и снова привет продолжаем экспериментировать заброшим что и как тут можно делать вот теперь мы замахнулись на монету допустим очень сильно не хотела я больше изучать никакие приложения пришлось изучить photoshop потому что без него дальнейшая работа оказывается невозможно попробовал я сделать то же самое в corel corel drive 4 нету тех форматов которые есть в photoshop и поэтому потом опять приходится вкидывать photoshop и там дорабатывать переделывать менять форматы ну давайте теперь по прошлому видео мы букву научились делать давайте теперь слово сделаем зайдем в наш photoshop это вот прошлое наша буква закроем давайте откроем создадим опять же 500 на 500 новый рабочий лист нажмем ok опять нажмем текст нажмем сюда уменьшим размер шрифта побольше поставим 24 и давайте напишем слово рубль 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 и теперь давайте его увеличим сделаем где-то так сейчас сделаем где-то 48 давайте 60 и теперь снимем выделение и теперь я нажмем control задерживаем control и вот давайте вот просто вот так вот не принципиально ну так вот так вот выровняем вот пусть так будет для образца пойдет я сейчас не держу цели сделать прям копию допустим надписи или еще чего то я просто хочу чтобы понять вот эту систему работы давайте теперь сохраним это дело опять же в формате psd напишем напишем рубль сохраним на рабочий стол чтобы по папкам не лазить не искать и пойдемте опять за браш вот наш за браш это вот теперь давайте мы сохраним как проект проект нажмем файл можно кстати и тут сохранять жмем сейф ас вот получается сейчас жмем файл жмем сейф ас забрать project напишем рубль сохраняем все теперь что нам нужно нам нужно теперь открыть вот это давайте мы теперь удалим откроем цилиндр выровним нет давайте наверное не цилиндр откроем а план 3d вот мы его открыли вот так вот это дело теперь жмем текстуры подождите жмем давайте добавим дивайдов ctrl d ctrl d теперь давайте преобразуем make polymesh теперь жмем текстуры map жмем на импорт находим наш документ рубль нажимаем вот рубль стоит жмем маскинг находим mask be color жмем интенсивность заходим в саптулы так находим экстракт отключаем дубль ставим допустим ну вот сколько там выходит жмем экстракт вот получился наш рубль жмем ацепт две вот эту теперь штуку удаляем окей вот получился наш рубль давайте теперь снимем с него выделение зайдем в деформацию и polish сделаем вот так вот так это многовато давайте в релаксе попробуем так что то не так так ладно оставим пока в таком состоянии и теперь давайте его выведем вот так вот так нажмем мор и ага нет вот это можно вот так вот ее сделать рубль а можно давайте зайдем в геометри нажмем size как всегда и вот этой кнопкой так вот эту мы отключим и вот этой кнопкой size сделаем потоньше сильно тонко делать не надо потому что нам нужно будет погружать ее в монету и давайте теперь все это дело сохраним нажмем экспорт нажмем на сохранение рубль добавим чтоб не путаться что теперь делаем что теперь делаем теперь давайте все это дело удалим откроем наш проект с монетой опа это нет так вот открыли мы нашу монету и давайте теперь добавим вот сюда вот слово рубль как это сделать вот теперь мы делаем вот дубликат любой любого саптула и жмем теперь на импорт рабочий стол открываем наш рубль так вот он у нас появился давайте его найдем теперь давайте прибавим зайдем в геометри и прибавим размера где-то вот так вот если вы не видите допустим какой-то саптул значит либо он маленький очень его просто надо приблизить так что не теряйтесь не ищите его включим включим саптулы вот такой он получается у нас большой давайте его теперь уменьшим с помощью size геометри вот до таких размеров думаю достаточно и теперь давайте проделаем то же самое с ним сначала мы его перекрутим потом подведем его к нашей монете вот так все это выглядит давайте опять поставим ротацию вот так его поставим и теперь используя опять же ротацию вот так вот перекрутим нажмем move откорректируем вот так допустим здесь еще можно единицу добавить так вот давайте его выровняем и теперь с помощью ротации с помощью вот так сделаем потом нажмем move приблизим ближе и опять ротации подкорректируем теперь давайте вот так его выровняем и сделаем чуть-чуть ну где-то вот так здесь потом может добавим колоски какие-нибудь здесь еще что-нибудь вот вот так это все выглядит давайте еще глубже все это дело посадим это вот так вот так это уже Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое дело у нас получилось Потом будем еще что-нибудь делать До свидания!